Приветствую вас. Ну, во-первых, опыт, травмирующий вас, вы могли не заметить вообще, то есть, ну, вы его могли не зафиксировать. То есть, он может быть депрамирующий опыт, а вы его просто не отслеживаете, не фиксируете. Вот, это первое, на что нужно обратить внимание. Второе, на что бы я хотел обратить ваше внимание, то, что вы много говорите о том, что у вас бесит, много говорите о том, что у вас короба будет, что вам неприятно и так далее, и так далее, и так далее. Да, но при этом, при том, что вы это говорите, вы так, собственно, и не раскрыли суть. То есть, ну, как бы, вот, чем именно это раздражает? То есть, что здесь, в лицемире, зависть, страх, может быть, да, что-то еще. То есть, как бы, вот, что именно вас раздражает? Что именно вас напрягает? Вот, вот, хотелось бы, как-то, вот, ну, рассмотреть, ну, более, вот, более подробно, что-ли, понимаете? Вот, вот, то есть, как-то, вот, хотелось бы этот момент поисследовать. То есть, то, что вас раздражает, да, то, что вас раздражает. Я понимаю, то, что вас раздражает, вот. Ну, хотелось бы все-таки понять, что именно вас раздражает, чтобы иметь возможность вам помочь, вот, чтобы нет, иметь возможность отдаст вам в обратную связь. Какой-то, вот, вот, да, очевидно, очевидно, что что-то, что-то, что-то вас противится тому, что происходит, вот, очевидно, что как-то вас эта история задевает, вот, вопрос только о том, как она вас задевает конкретно. Вопрос в этом, как мне кажется, вот, соответственно, если вы сможете какой-то, ну, до этого дойти, да, если вы сможете до этого дойти, через, например, ну, условно, через психотерапию, если вы сможете до этого дойти, вот, то ситуация может быть гораздо лучше для вас, ну, вот, в дальнейшем. Вот, ага, еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Этот момент заключается в том, что вы такое ощущение, да, что вы помещаете себя в жертвенную ситуацию. То есть, что это значит? Ну, что это значит в жертвенную ситуацию? Это значит, что вам что-то не нравится, вас что-то бисит, вас что-то отражает, вот. Но, вместе с тем, по факту, вы не особо готовы что-то менять. То есть, по факту, вы, ну, оставляете все так, то есть, вы не, ну, вы не выходите из этого состояния, из этого положения. Вот, вы говорите, что у вас нет выбора. И вот, то, что вы говорите, что у вас нет выбора, на мой взгляд, связано, по крайней мере, частично с вашей жертвенностью. Вот. Вот. Как мне кажется. Вот. То есть, это вот именно, именно такая вот жертвенность здесь получается. Раз. Вот. Вот. И это важный момент. Как мне кажется. На который вам имеется, нечего обратить свое внимание. Ведь, вы помещаете себя в ситуацию, когда вы находитесь, по сути, в клетке, в такой вот клетке, получается, вы находитесь. Когда нет возможности что-то исправить и, в то же время, нет возможности уйти. Вот. Это очень известно. Вот. Это очень такое тяжелое состояние. Я бы сказал. Вот. Ну, вы, я думаю, сами прекрасно об этом осведомлены. Ну, вы пишите, что в моей жизни не было променом синдроматического опыта. То есть, есть проблематика, да, проблематика есть, а опыта нет. Я бы вот, наверное, как-то не согласился бы с вами, пожалуй. Потому что, если бы опыта не было бы, драматичного, то не было бы такой реакции у вас. Раз реакция есть, значит, скорее всего негативный опыт тоже есть. Вот. Поэтому я думаю, что вы по какой-то причине боитесь, вот, боитесь, что вас что-то задевает, что вам больно. Ведь это именно про боль. Вот здесь. Понимаете, какая штука. Как-то, как-то вот так, пожалуй. Я думаю, можно было бы ответить вам на ваш вопрос. Ну, на 6х, ногах, это было бы ответить и то. Но можем надеть вас, нужно будет Sharon. Я unsettил это вот, что. я говорю предположительно. Если опираться на мой опыт в отношении к гневлаждениям, то это внимание. Это вот больше право восприятия внимания. Вот. Ну то есть вот то, как вы относитесь к проявлению внимания со стороны людей. Ну я имею ввиду, как вами воспринимают это внимание. Страны людей могут, соответственно, вероятность что-то вам мешает принять вот это внимание. Вот. Вероятно, что-то не позволяет вам это сделать. Вот. Нужно смотреть, что именно мешает вам. Нужно смотреть, как именно вам это мешает. Вот. И дальше уже двигаться в направлении того, чтобы это проживать. Не выходя из группы, да, не выходя из каких-то, ну, не выходя из общения с людьми. Вот. Не выходя за, ну, за рамки этого общения. То есть, я имею ввиду, что позволяю себе быть собой. Скажем так. Вот. Потому что сейчас-то вы себе позволите собой быть не можете. Вот. Сейчас вы себя подавляете. Вот. Это, конечно, конечно. отражается на вас вот так, что вы злитесь. Отражается на вас так, что вы вот достаточно силы не готовится. Вот. Вот. Ну, я бы сказал, что это абсолютно нормально. Вот. Вот. Я бы мог связать это с с чувством стыда. Вот. Вот. А вот. Я бы мог связать это с чувством стыда. Подавляем. С чувством стыда. Вот. А вот. Как мне кажется, вполне это может быть права. Но. Понятно, что варианты могут быть разные. Вот. И. Ключевой момент здесь в том, что вы не доходите до сути. Вот. То есть, как бы, суть она вот именно в том, что какая стыда конкретно вас бесит. Вот. А вы об этом ничего не говорите. Просто бесит, просто раздражает. Вот. Что именно бесит и что именно раздражает? Ну, не очень понятно. Вот. Понимаете. Какая штука. Поэтому. Я бы обратил ваше внимание на это. В первую очередь. И важно не только причина. Понимаете. На мой взгляд, не только причина. Вот. Важно. Как важно то, каким образом вы проживаете это чувство свое. Важно то, как вы его выражаете. И понимаете ли вы, например, что это за чувство? Не просто. А вы это увидите. Ком ISIS? Я же. Если нет, то и поговорите в том, что вы не будете писать. Важно то, что вы釣ли, что это понимаете? А ведь, что нет, если вы не будете писать. Вот. Вот. И в этом не знаете. Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. ситуация, ну, все равно, важная причина, вы все равно будете беситься, поэтому я бы сказал, что пытаясь понять причину, вы двигаетесь немножко не в ту сторону, гораздо важнее то, что с вами происходит, гораздо важнее то, что, как эмоции вы чувствуете в этот момент, ну, в момент, когда вот. когда вы все, вот, видите, все поздравляю, вот, да, понимаете, да, действительно может быть такая история, что там, не знаю, люди лицемерят, да, действительно может быть такой момент, что люди там оббанывают друг друга и говорят, это не искренне, а может быть именно это вас и раздражает не искренне, но нам приходится быть с разными людьми и в разных местах, и приходится взаимодействовать с этими людьми, как мне кажется. вот, ну, всегда мы можем выбирать, с кем нам взаимодействовать, особенно, если это по работе, вот, если это такая работа, от которой мы не готовы отказаться, или, например, что, на другом месте работы может возникнуть то же самое, вот. и важно все-таки в себе разобраться, вот, поэтому, мне кажется, что человек, вы достаточно закрытый, вот, и чувствительный, вот. привыкший, может быть, защищается, через обоценивание, обоценивание своих эмоций, своих переживаний, и переживаний других людей, но, это путь, который, вероятно, никуда вас не приведет, кроме вот, такого ощущения, ну, неудовлетворенности, да, вот, поэтому имеет смысл менять свою модель победения, да, вот, и, как бы, учиться, делиться, делиться, с людьми тем, чем делиться, якобы, в кавычках, нельзя, вот, учиться это делать без конфликтным способом, да, учиться это делать не конфликтно, учиться это делать, ну, максимально корректно, уважительно, по отношению к другим людям и к себе, вот. Вот, мне кажется так, мне кажется, такой ответ, можно было бы вам дать, сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. На этом все, пожалуй, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, буду благодарен, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, удачи вам всего самого доброго и рассмотрите вариант психотерапии, потому что самостоятельно вы можете не увидеть тех процессов, которые могут с вами происходить, да, вот, самостоятельно вы можете просто их не увидеть, поэтому важно, чтобы вы обсудили с человеком, профессионалом, да, специалистом, вы обсудили то, что вас волнует и тревожит, вот. И тогда ваша жизнь, вполне вероятно, начнет меняться, вот, начнет меняться в лучшую сторону, вот. Не факт, что вы полюбите поздравление, но реагировать на это, вероятно, уже, вы сможете лучше, вот. Как-то, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, вот. Всего вам доброго, удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...